приветствую тебя чего хотел бы начать вот скоро тебя будет с шоном тернером ты недавнем интервью назвал его копом мусорилой я начался недавно он мне сказал что он никогда в полиции не работал что наоборот он несколько раз сидел ты слышал что-то про это нет не слышал просто но мне позвони я вообще про бой ничего знать не знал у меня виктория договорилась насчет боя я про бой не знаю не люди звонят спрашивают а ты что дерешься знать не знаю с каким-то тернером и мне люди сказали что я дерусь каким-то американским копам там ирландии с какой-то американский коп ну бывает надо это у вики спросить с кем я дерусь взводил узнал вроде как я говорю череде руси награду ладно приеду на бой у командира отпрошусь томас пинал сказал что самый сильный удар из тех кто паспинал паспинал убил это ушел на тернера то есть сильнее чем тайсон фьюри чем бойцы топовые все вот и готов к плюхам шоу а спины то кто вот мне было интересно знаешь ли ты кто такой томас пинал это временный чемпион юси в тяжелом весь понять не имею мне чихать на этих чемпионов я их знать не знаю кто там другой чемпион бить будут не по чемпионству а бить будут по лицу а вот то что шон много раз то есть нам фьюри спринговал для тебя какое-то значение имеет как это тайсон дижон фьюри или тайсон фьюри ну дрался с каким-то тайсоном ну наверное из той же серии то есть юрия тебя так скажем не авторитет них а уже какой-то авторитет чемпион мира по трем версия одной версии сейчас бывает скоро же бой состоится фьюри усик вот александр поветки недавно сказал что он будет за усика болеть потому что усик славянин вот ты будешь за усика что мало того что наставлен еще на русском языке говорит а он вообще знает понимает это это продавшийся полупокерша которая за зеленую бумажку даст и нашим и вашим я даже смотреть эту чехарду не собираюсь у тебя в начале года напала собака бойцовская вот может показать как сейчас уже все зажило так понимаю да да а разгибается только один палец операцию делать связки сухожилия сшивать момент так интересно вот когда она напала как вообще удалось ее отцепить от себя что-то собака серьезная но за яйца подняли кверх ногами потом разжали через а какова судьба этой собаки вообще да пока еще жив но скоро времени смотрите среднеазиатский алабай борь и охрана агенция дельвейс против этого как это штык сказал до цико это не людоед гаврика так что скоро будет бой я думаю на канале труджим или там на тренер где-нибудь выложим врачи вначале сразу его запретили убивать сказали надо 10 дней там подождать и проверить типа бешеный не бешеный ну вот эту фигню ну а потом не до этого было потом как бы в больничке пока лежал уже не до этого вот бы на антибиотиках пока там отошло падла зубы мне не чистить не мой там воспаление пошло заражение всякая фигня короче пару месяцев в больничке пролежал на антибиотиках это знаешь короче фишкам этот как его смотрели фильм операции такой большой шприц мне вот такой же большой шприц только без иглы в ты за дюк каждый день вываливают я вообще офигевал пор не вот когда вот в больнице лежал там после операции делает чистили сети пробоины насчет реванша с александр юмиляненко организаторы объяснили вот конкретную тебе причину из-за чего он стоял в начале фейсы запретили закровку сити турниру а потом не знаю потом еще будет кому интересен бой или нет растут это по интернету опять загуляли какие-то слухи что саня пропала вроде бросил тренировочный процесс со своей старой необходимостью ну как бы не знаю все зависит от формы сани этого желания хочет туда взять реванш нет ну как бы какой бы я хреновой форме не был хоть у меня там осталась одна бронебойная рука как бы мне кажется у саня шансов очень мало я должен просто встать стоять его челюсть представлять чтобы он не там пробил но я же не буду стоять так как он ну сможет меня акутировать вяжем фарма на колеса тестика на колес его несет он там говорит всякой ерунды ну по старой памяти но как бы и даже как бы силы в руках много там падает здорово с ним там пытается сильно руку сжать да там жмет там как штангист но реакции это нету реакция пропитая алкоголем она не восстанавливается он все равно долю секунды он чуть чуть медленнее чем был раньше он плохо реагирует на вот эти удары мы не знаю как драться в таком состоянии я думаю ему если есть желание уходить там кого-то тренировать там до опыта у него есть он знает где что как тренироваться но реакции ему восстановить уже тяжело и что ну да в этом есть гордыня он хочет доказать что я еще могу ну как бы знаете была раньше такая пословица талант не пробьешь сани емельяненко доказал обратное ну вот он же кстати вчера получается вышла на уж тайки во большое интервью то есть он вроде выглядит таким свежим и сказал что вот насчет первого боя сказал что поддаться к меня кинули под как пушечное мясо вот с этим согласен ну кто его кинул какое пушечное мясо саня за бой получил 15 миллионов него аванс был 5 миллионов за какой пушечное мясо то липс ульянов он помог ну заработать красиво отдохнуть он там поехал вымираться туда сюда тусить как бы и быть какое же пушечное мясо его кинули под меня заманили деньгами ой какой нехороший то ликс ульянов сток много денег саньки дал за бой со мной кинул его как пушечное мясо куда нехороший то ликс ульянов человек до подставил саня дачу меня спровоцировал поспорил со мной сусаде беда рубанец насчет той ситуации вот на пресс-конференции когда на три буквы он вас послал он сказал что об этом не жалеет вас те слова его выбесили вы считаете как-то за оскорбление ну понимаешь ну саня уже перешел в разряд тех бойцов чьи слова или какие-то действия людей не могут выбить идеи они не могут никого оскорбить и не просто вызывают смех но уже наца не смешно и как бы этот бой нужен ну просто чтобы после боя выйти там нам дивизию купить гарпий вот и все выйти быстренько заработать денег потому что это как бы людям интересно санька там рассказывает людям сказки что он еще что-то может ну если за это организаторы платить денег ну мне проблемы не не составит никакого туда командир отпроситься приехать хлопнуть быстренько его получить как бы деньги съездить купить рэп и блин и приехать быстренько себе часть я могу с таким же интервалом хоть каждую неделю приезжать саньку хлопать если ему нравится если за это будут платить деньги а если будет это все таки не состоится если какое-то желание например с самым младшим и миляненко с иваном провести вы ну ванька нормальный молодой серьезный боец он крепкий хороший боец ну ну если за как бы за опять же за этот бой заплатить деньги почему нет можно и побиться но под вами надо уже как бы серьезно готовится это пацаны подготовка занимает ровно пять минут собрать вещи взять сумку и прыгнуть в машину приехать на бой вот ну а под вами куда надо уже готовится хотя бы пару месяцев подготовки нужно обои потому что ну на таком как бы культурным словом заменить на распизняйся не выйдешь подраться недавно на турнире версии такой состоялся небольшой конфликту александр шлеменко и ивана штыркова видел ли вот эту всю этот диалог и если видел то как сказать чуть-чуть может быть сторону принял часа чья позиция ближе не конфликты не видел диалога не видел но естественно я сто процентов всегда за саню шлеменко ну а штырков чё ну человеку просто трудно жить когда нет нету заборов которому надо встать и охранять он без заборов как бы как без рук как без ног вот ему нужны заборы пускай он стоит и охраняет него это очень хорошо получается я вот когда люблю землю дом построю дачу забор там будем строить когда вот позову его охранять недавно пару месяцев назад я общался с таким олдскульным бойцом из раддевил с алексеем веселовзоровым и он так обмолвился что косары на кичку обмолвился что ты когда вот в начале карьеры заходил тоже в реддевил тренировался вот интересно во первых так ли это сильно не заходил продаю обводные 203 который да там регулярно на рулевали там спарринговали сам с андрюк и семеновым с ромкой земцовым а с федором пересекались там нет первый раз этим уже перестал свою юбилейному когда вот он уже появился ей если боюсь не струндеть наверное где-то уж вадима фенкашина где-то в 2001 год у нас японии как раз приехал тогда вот вадим там его начал подтягивать я как раз уже тогда не попозже уже честно не помню я украинцам с федерацией то я ушел закрылись и не помню какой год уже с памятью и тому же пересекались общались ну там буквально там это привет пока у дамы пару раз в то время тут одна рассказала что хабиб берется профессионально четко но некрасиво а вот ислама хочу он красиво дерется мне вот так бои плот не смотрел ну хабиб у него он вообще мастер ну техничного боя мастер борьбы и он по классу по борьбе он выше всех но опять же люди не видят что происходит в борьбе это не видно ну как бы но он самых лучших самых великих переборол дома грегор красиво дерется кайфово всем видно все загорно он там танцует перед дом между ударами ну против художки ничего не может сделать ну а чё хабибу как щенка задушил а махачева нокаут волос волкановский не видел хайкиком да я ошибку я у нас там с интернетом вообще беда скоро вполне вероятно состоится бой двух русских тяжей александр волкова и сергея павловича в юси вот есть такое мнение популярное в россии что не стоит не нужно им драться потому что но двое русских в америке не нужно вот у тебя какое мнение ничего заработаю денег фиг для американцев то нету не не с кем им драться в америке то все одни эти додики которые переколись это там к языке не запрещенных в америке веществ и чё-то вот бурочу точу ну а чё в америке бойцов не осталось они против русского американца выставить не могут поэтому и решили стравить двух русских типов он смотрите пускай русские дерутся а почему русские в америке дерутся русский с русским доброго же американцев нормальных не осталось сми такая новость нам на появилась что ты значит тебя мариупольские торговцы обвиняют в многом качестве что там якобы ты крышуешь людей вот что ты об этом прокомментируешь пидорасы вообще разговаривать интереса нету проверну как этому это можно я а пидорасы даже разговаривать не собираюсь окей вот ставь известно что у тебя такие напряженные отношения с погабом агабовым он сейчас тоже находится в зоне своего может быть на этой почве есть желание с ним помириться там увидится а мы с ним не ругались такие в основном там высказывался рассказать ну он хотел бой со мной хотел заработать ну все бойцы хотят их бои все чуть раскручивать ну пока за этот бой никто ничего не платят вот александр поветкина недавно стал замгубернатора волгодка области тебе бы интересно было в эту сферу пойти например стать ты из города сланцы стать мэром сланцев например нет не интересно за не молодец ну занимается чем занимается ну как бы повоевал всю свою молодость карьеру подзавершил тебя теперь сказать чиновников гоняет бьет я думаю замгубернатор вологодской области молодец то есть губернатор взял себе нормального зама потому что ему нужно там наводить порядок и чтобы всякие мыши не крыс или выполняли его поручения он и взялся самого ответственного бойца который я думаю с радостью все поставят по струнке смирно расскажет и как выполнять поручение губернатора